Видеоигры стали заметным антропологическим феноменом современности. Примерно треть современного человечества, согласно статистике, играет в игры. Объемы индустрии видеоигр составляют ВВП небольшого государства размера Греции или Алжира. Вокруг видеоигр формируются субкультуры. Значительная часть человечества не мыслит своего социального бытия без видеоигр. Это позволяет рассматривать видеоигры как достойный объект для философского анализа причин их популярности. Изучая причины популярности видеоигр, мы можем выделить три базовых подхода к объяснению феномена. Первый связан с наротологией, с наукой о изложении, повествовании, истории и так далее. С этой точки зрения видеоигра рассматривается как один из способов рассказать историю. Преимущество видеоигры, с этой точки зрения, заключается в ее структуре как истории. В рамках игры он вовлечен, он является актором. Он непосредственно участвует как активный субъект в процессе. Это делает игру, вероятно, самым популярным способом донесения истории в современность. Но у этого подхода есть ограничения, поскольку он объясняет только популярность сюжетных видеоигр, таких как GTA, Ведьмак или так далее, но не объясняет популярность игр как такового сюжета не имеющих. Например, простые мобильные казуальные игры или сетевые игры наподобие Dota или World of Tanks. Другой подход людологический. Он связан с наукой людологии, основания которой чаще всего связывают с именем Йохана Хейзинга. Он рассматривает игру как, в принципе, основу культуры и базовую форму генезиса всех человеческих отношений. С людологического подхода видеоигры являются очередной итерацией игры в человеческом бытие и обладают рядом преимуществ, связанных прежде всего с пространством, временем и линейностью ее структуры. В отличие от игр, происходящих в реальном пространстве, неизменно ограниченных объективными законами природы, необходимостью специальной подготовки, необходимостью определенных социальных организаций, организации структуры видеоигры заметно отличаются. У нее есть своя антология. То есть видеоигра может задавать альтернативные законы природы, которые действуют в рамках игры и позволяют снимать ограничения, действующие в реальном мире. Кроме того, в отличие от реального пространства, в игре время нелинейно. Оно всегда обратимо. Фактически человек оказывается в суперпозиции всех возможных выборах, которые он может сделать все одновременно, несколько подряд, переиграть их заново и так далее. Но у людологического подхода тоже есть свои ограничения. Этот подход объясняет скорее преимущество видеоигры над другими формами игр, но не объясняет как таковую причину популярности игр вообще. И для этого следует прибегнуть к более философскому подходу, который можно назвать экзистенциально-эскопическим. Философия и антропология имеют богатую историю исследования различных программ человеческого поведения, плотно и, как правило, бессознательно встроенных в структуру человека. Человек постоянно страдает от того, что желает реализовывать программы поведения, абсолютно несовместимые с социальными и экономическими условиями. И в этом смысле игры можно рассматривать как способ разрешения этого противоречия и снятия страданий. Человек может реализовывать свои интенции, то бишь намерения, без нарушения радикального социальных норм, без каких-либо последствий. Человек может властвовать. Это, например, может часто выражаться в играх, либо в истории, когда человек разыгрывает власть, ну, например, в жанре стратегии. Или может делаться, например, в формате видеоигры, когда человек демонстрирует свое превосходство над другими в качестве скилла в игры, в ту или иную игру. Это наиболее распространено в сетевых играх Dota или Counter-Strike. Человек может реализовывать накопительство. Без сомнения, существуют программы поведения, связанные с обретением и накоплением. Но эта интенция далеко не всегда может быть реализована. И тогда человек вполне может воплотить ее в видеоигре в виде гринда. Накопление бесконечных ресурсов, реализующих эту программу поведения. Точно так же почти все программы поведения становятся такой формой сублимации в рамках видеоигры. В некотором смысле можно, перефразируя Карла Маркса, сказать, что игра, видеоигра – это вздох угнетенной твари, и которая облегчает ее страдания. Можно сказать, что без сомнения, видеоигра не является первой формой. Подобной сублимации точно не будет последней. В значительной степени можно считать, что игра повторяет, видеоигра тот же самый путь, что в 20 веке проходили кино и спорт. Зародившись в конце 19 века, из локальных и считавшихся несерьезной формой занятий, они постепенно институциализировались и становились неотъемлемой частью социального бытия. С игрой это происходит прямо сейчас, и можно предположить, что она встанет в этот ряд абсолютно легально уже к середине 21 века. Субтитры создавал DimaTorzok